Здравствуйте! На библейском портале «Екзегет» разберем сегодня с вами один единственный стих из Священного Писания, из евангельского текста. Мы постараемся глубиной своего сердца понять его неизмиримую глубину и обратить внимание на то, что, читая главу или даже не главу, а лишь отрывок, порой ускользались от нашего внимания, и, соответственно, мы упускаем возможность напереться на некоторые открытые нам Господом, Духом Святым и Апостолом истины на пути в Царствие Небесное. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Какой здесь контекст? Контекст исцеления Господом слепорожденного. Одно из величайших чудес Господь отверзает отче человеку, который не видел никогда, то есть не ослеп в результате катаракты, какого-то тоже увечья, а родился, который не видел Божественного Света. Тоже мы видим тут уже диалог этого человека с фарисеями, с саддукеями, с книжниками, с людьми, которые его настраивают против Христа, говорят, о, человек грешник, он там не чтит субботу, и вообще он там бесовщиной какой-то занимается. Ну, то есть клевета такая на Господа, но слепорожденный, он видит Господа, видит его своими духовными очами, еще не увидев его до этого вживую, и поэтому он с этим не соглашается. Конечно, это тоже то евангельское чтение, которое многократно, и весь этот отрывок был истолкован, и батюшки на проповедях неоднократно об этом говорили, поэтому тоже вспоминаем эту параллель, ну, просто как некоторую базу, да, что вот слепота духовная фарисеев, который хорошо видит, и слепота телесная, которая заканчивается, а духовные очи у человека слепорожденный отверзается, и он от истины не хочет уходить. Не будем это обсуждать, не будем обсуждать весь отрывок больше, вспомним только о том, что этот человек, он Христа не видел, потому что Господь взял, плюнул, сделал брение, помазал очи слепому, и говорит, иди умойся на источник. И человек идет, умойся на источник, и только потом прозрел, а Христа уже рядом нету. То есть он даже не видел, кому должен быть благодарен. Нам в данном случае, уже в данном конкретном стихе, зная вот эти все обстоятельства, мы видим, как козни со стороны строятся, и как люди служат вольным или невольным оружием в руках лукава. Апостол Павел говорит очень важные слова, которые постоянно должен помнить христианин, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной, они, безусловно, могут настолько наполнить сердце человека, с которым мы находимся во вражде, и мы, правда, обижаемся на него. Нам не приятен этот человек, апостол Павел говорит, нет, любой человек образ Божий, но человек может согласиться и действовать, и через него действует лукавый. И вот, собственно, фарисея, они тоже в руках лукавого, потому что они действуют как он, они действуют лукавством. Лукавый, когда в нашем сердце клевещут на Бога, он приводит какие-то разумные аргументы, которые мы должны согласиться, да, Бог хороший, но вот то-то, то-то, то-то. И вот здесь тоже вот они берут и его призывают вторично. Этот стих и тем интересен, что нам дает практическое указание. Вот мы взяли, пережили какое-то искушение, мы взяли, вроде нашли какой-то вот способ его победить через молитву, как-то рассудили, поняли, усилием воли там сдержались. Ну, то есть, подобрали, вроде все победили. Или как вот сейчас идут исследования, что вот коронавирус, кто-то переболел, антитела выработалось, а потом раз-раз-раз, и проходит несколько месяцев, и они заканчиваются. И уже заново можно заразиться. Вот точно так же и с грехом, что лукавый придет, и он не будет изобретать. Зачем ему штурмовать высокую башню, вот осаждая нашу душу, если он может биться в тот кусочек стены, который был завален, уже пробит им раньше, или не пробит даже, но все равно там как-то зашатался, и там на подпорках стоит. Если можно в этот кусочек стены ветхий, полуразвальный, дальше ломиться, что возможно уже ворваться, ворваться внутри стен нашей души, и там уже поселиться, сделать себе такое предстаньщее убежище, и вести нас к погибели. Точно так же вот и лукавый может одно и то же искушение использовать для того, чтобы в нашу душу пробраться. И ладно бы, это более очевидно, когда одно и то же искушение, что мы поддаемся, мы действительно, вот у нас есть некоторые грехи, мы приходим на исповедь регулярно, и каждый раз называем один и тот же грех. Это, в принципе, более предсказуемо. То есть, да, мы знаем, да, вот здесь стена прорывается. А здесь же они вторично приходят, фарисеи, человека, который не согласился похулить Христа, как на него не давили, как не давили на него, на его родителей, он не соглашается. И поэтому и лукавый вот может тоже прийти и где уловить гордого человека, потому что гордый человек думает, ой, было такое искушение, а я взял, и там было, ой, как тяжело, как соблазнительно, а я взял, превозмог, ой, какой я молодец. А тут лукавый приходит и говорит, молодец, молодец, и делает то же самое. И человек, забравшись на вершины своего гордости, с этих вершин падает и разбивается, разбивается своей душой. И разбивается, падает, причем не только вот мы на эти острые камни греха, но и эту грязь греха, это болото, которое засасывается, сложно выйти. Поэтому, дорогие братья и сестры, тут нам надо быть внимательным не только к тем грехам, которые у нас регулярно повторяются, но и тем искушением, к которым мы можем прийти, наоборот, батюшку порадовать, сказать, батюшка, да, что-то вот там в мыслях крутилось, но я потом раз выкинул из кого-то, победил, не реализовал, и так, слава тебе, Господи, священник радуется, сам радуется, самому приятной душе, Господь на небесах радуется, потому что Господь радуется об одной найденной заблудшей акции больше, чем о 99-ти, которые были, были постоянно под его присмотром божественным. И здесь вот эта вторичная, вторичная атака, она может и вторичная, и третичная, и четверичная, и так далее, до бесконечности. Лукавый никогда не сдастся, он не спит, не ест, его гордость раздирает, его страсть раздирает, и он хочет нас этими страстями поработить. Человек, кроме того, почему это, в принципе, возможно? Потому что вторично призывает человека, который был слеп. Сатана тоже пользуется, что сейчас, возможно, мы как-то ближе к Богу приблизились, но до этого у нас была слепота духовная. Сейчас мы берем, читаем как-то Евангелие, свет Евангелия в нашей душе горит, а до этого мы могли, ну, как-то особо на Евангелие не обращать внимания. Ну, сюжет знаем, ой, там Христос вроде там родился, распялся, воскреснул, что-то такое. Нет, вот даже если мы сейчас уже в Священное Писание погружены, размышляем над каждым стихом вместе с вами отдельно, в любом случае искушения продолжаются. Потому что был момент, когда мы были слепы духовно. В том числе не обязательно это момент греха, падения. Даже человек в детстве, в детстве человек, его формируют родители, формируют окружение, формируют учителя. Человек воспринимает, формируют какое-то государственное воспитание, порой даже государственная пропаганда. Поэтому очень часто бывают люди вроде абсолютно верующие и знающие там каких-то там преступлений советской власти. Но все равно они очарованы, зачарованы, потому что было некоторое до воцерковления, до начала духовной жизни, какая-то жизнь, жизни в слепоте духовной. И эта жизнь успела уже натренировать, что человек привык, что кто-то его ведет поводырь. Этот поводырь может вошвь слепых, который сам в яму падает, прежде всего в яму духовную. И поэтому это тоже мы сейчас оценивая свои силы должны понимать. Да, вот у нас снаружи такая мощная броня, но под ней наше незащищенное тело. Если стрелы лукавого эту броню пробивают, стрелы искушений, то душа наша мягкая, она умирает, она будет страдать, она будет погибать, она будет заражаться этим грехом. Поэтому тоже должны быть насторожи. Тоже мы видим, как лукавый может действовать через лукавых людей, потому что воздай славу Богу, а вот этот человек, он грешник. Это тоже очень частое, частое такое, вот когда особенно человеком обида движет, что он говорит, ладно, на Господа я не ропщу. Господь хороший, да, он мне испытания посылает, все равно я его люблю. А вот человек тот грешен. И поэтому очень часто там люди приходят на исповедь и говорят, ой, батюшка, вот там с кем-то поссорился, того-то обидел, и спрашиваешь, а вы там попросили прощения, а вы примирились? Не-не-не, ну это такой ужасный человек, он такой неприятный, что с ним мириться и так далее. Вот, ну я же на исповеди скажу, и все достаточно. Нет, помним, заповедь любви из двух вещей стоит, возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Если ты приносишь покаяние на исповеди, а человека, который пострадал, не приносишь покаяние, значит, ты половину не сделал. Точно так же и здесь. Это вот получается такое разделение сатанинское, такое его искушение, что вот Бога-то да, ты хвали, а человека от него подальше держись. Это искушение, оно особенно опасно для людей воцерковленных, потому что уже, ну вот, я вроде по закону Божьему живу, я вот там молюсь, пощусь, причаюсь, я в принципе Евангелие читаю, я на него оглядываюсь, поэтому для меня, ну как бы вот эти грешные ближние, от них надо держаться в стороне, они мне совсем не указывают. Безусловно, безусловно, когда сатана что-то говорит, мы не должны это сразу обличать и отвращать, потому что начало, он всегда в качестве наживки использует абсолютно верную мысль. Первым делом, от кого бы ты помощь не получил, да и даже не помощь, наоборот, вред получил, все равно славу Господу воздаем, всегда мы Господа словословим. Но не соглашаемся со второй частью, не соглашаемся с этим троянским конем, не соглашаемся с этим ядом, который снаружи в очень вкусной оболочке пребывает. Нет, берем и дистанцируемся, дистанцируемся от обвинений человека в грехе. Понятное дело, что тут Иудия обвиняет Христа, который не имеет ни малейшего греха. Тем не менее, каждый человек образ Христов, и каждый человек, он, имея грех, не является тем злом, который клевещет дьявол, потому что дьявол берет, находит уголек, действительно грехов в сердце другого человека, и его раздувает. Поэтому, дорогие братья и сестры, резюмируя и беря в пример поведение этого человека, который доблестно всему этому противостал, все-таки вспоминаем. Вспоминаем, как лукавый хитер, вспоминаем, что, может, он уже в отбитых грехах, что он не сдастся, их снова будет подсовывать. Вспоминаем, что любовь к Богу и ближнему неразделима. Вспоминаем то, что совершенствование души невозможно, если мы не заботимся об окружающих людях. Если мы это будем держать в голове, если мы будем вспоминать, перечитывать эти отрывки, обращать внимание и на этот коротенький, вроде бы, на первый взгляд, проходной стих, то Господь обязательно нам поможет и второй, и третий, и 133-й, какой угодно штурм лукавого в нашем сердце, сдержать его победить.